Дети – наша надежда. И не только на айтишное будущее, но и вкусное гастрономическое. Таланты и увлечения бывают разными. Главное – вовремя их поддерживать. Это уже про нас, взрослых. Владислав Молдыванов из Могилева в свои 15 лет готовит топовые десерты мировой кулинарии. Парень-самовучка, но у него уже есть свой стиль и книга рецептов. В планах у молодого человека – собственный кондитерский цех. Итак, какой торт достоин быть украшенным той самой вишенкой? Мастер-класс от юного кондитера специально для программы «Днями». Сегодня мы будем готовить пирожное профитроли и будем собирать тортик. Давайте начнем. Давайте. Заварное тесто Влад готовит не впервой, но, замечает, не всем оно дается сразу. И у него так было. Прежде чем довести массу до идеальной консистенции, молодой человек извел десятки яиц и литры молока. Но итог – дело практики. Вот такое тесто у вас должно получиться в конечном итоге. Французские пирожные шу – это классический рецепт. Для них только заварное тесто и только нежный крем. В традиционных рецептах по-другому никак – ни шаг влево, ни шаг вправо. Тонкости кондитерского мастерства Влад постигает уже лет пять. Он не заканчивал никаких специальных курсов. Говорит, сейчас все можно найти в мировой паутине. А еще помог бабушкин сборник рецептов. Самые сейчас сложные – это муссовые торты. То есть там главное соблюсти технологию мусса. Или, как у меня был случай, заказали торт и положил мало желатина, и торт был большой, и он прям растаял. В их семье раньше пекла мама, но сладости – коварная вещь, от которой велик риск набрать лишнего. И готовка вкусностей прекратилась. Но любовь к сладкому и прекрасному все же взяла верх. Первый приготовленный торт – панчо – был домашним, именинным. И оказался невероятно вкусным. От него и пошел отсчет уже на сотни. Мне как-то это очень нравится тем, что это успокаивает. Когда ты это делаешь, и у тебя душа расположена к этому, что у тебя все спокойно. Никто тебе не мешает, когда ты это делаешь. Ты это делаешь с таким отношением к этому очень трепетно. Кондитерство – это очень сладко, во-первых. Когда это все готовишь, мясо там все грубо идет. То есть там отбил стейк, посолил, поперсил. Здесь совсем другое. Здесь вот сварил карамель, взбил сливки. Многие свои десерты Влад уже может готовить практически с закрытыми глазами. Рука набита. Но совершенствоваться в своем мастерстве нужно обязательно. Молодой человек любит эксперименты. Всегда интересно открыть новый вкус для себя. И когда у тебя спрашивают, какие у тебя есть сочетаемые начинки, то есть у меня уже список больше, чем 80 начинок. Идет там разный. Вот сейчас экспериментировали с лавандой. Вот очень сложно ее добавлять в том, что если переборщишь, то нельзя есть вообще. А если добавить мало, то ее не слышно. То есть надо найти вот эту золотую грань. И обязательно нотка апельсина. Это уже элемент авторского стиля. Именно уникальные рецепты и дизайны помогают выделиться среди домашних кондитеров, которые в больших объемах делают торты на заказ. Старшеклассник ведет блог и помимо выпекания учится продвигать свой продукт. Когда заказчики разделяют видение юного мастера, выпекать сладости вдвойне приятно. Влад не украшает свои работы мультяшками и феями. Все должно быть в первую очередь стильно. Например, сейчас уже сдают позиции те самые муссовые торты, а в топе – тортолетки. Круглая основа. И она не чисто идет из песочного теста, не чисто из пшеничной муки. То есть туда и кокосовую стружку можно добавить, и миндальную муку добавляют. То есть это сейчас такой как бы изысканный десерт. Сейчас Влад мечтает сделать 3D-торт. И чтобы он был уникален по вкусу и дизайну, ведь копировать чужие работы совсем неинтересно. А еще юный кондитер готов делиться своим мастерством. Днями вышла его первая книга рецептов, где парень собрал самую популярную выпечку – сладкую и соленую, которая наверняка получится у каждого. Кстати, рецепт этого торта с пирожными шу там тоже есть. Одним словом, когда любимое хобби приносит не только удовольствие, но и дивиденды, значит, выбор сделан правильно, а жизнь точно будет сладкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова